Главная городская площадь будет оформлена в стилистике самых ожидаемых событий наступающего года – Олимпийских игр. Над созданием новогодней сказки работает целая команда специалистов, которые все свои силы направила на подготовку к предстоящему празднованию Нового года. Мы завезли в пятницу лёд. До этого ещё одна из горок постоянно была установлена. Вторая горка появилась в субботу. Сейчас идёт активная работа по монтажу ледяных фигур. Также привели своих городских специалистов, городских художников. Они обещают нам интересный, красивый городок. В этом году ледовые скульптуры разместят вокруг центральной ёлки. На данном этапе строительства ледового городка сделана лишь четвёртая часть работ. Идейным вдохновителем и создателем уже не первый год является Решат Нурдинов, который профессионально оформляет сцены города, а также создаёт ледовую скульптуру новогодней ёлки. Будут представлены из-за льда фигуры тех персонажей, которые выбрали на Сочинскую Олимпиаду, на Паралимпийские игры. Именно скульптур, как таковых будет шесть, но будут ещё скульптурные элементы. Их у нас ещё порядка пяти, наверное, или шести будет. Месты для заготовки льда каждый год подбирают с особым расчётом. В прошлом году заготовкой ледяных глыб занимались в деревне Кутерем. В этом году режут в Кореево, где-то там то ли на пруду, то ли на озере. По количеству я конкретно не могу сказать. Ориентировочно у нас каждый год где-то порядка 100-150 кубов. Тем временем главный атрибут нового года – величественная ель – уже третью неделю радует нефтекамцев своей красотой. Сейчас установлены постаменты для фигур и смонтирован каркас сцены, на который будут проходить все праздничные выступления. Позже рабочим предстоит оформить новогодний городок световой иллюминации. И также нефтекамцев ждёт ещё один сюрприз. В этом году новшество будет на центральной площади тоже небольшой каток заливать будем, так как основная масса детей, всё-таки они приходят к ёлке. Праздничные приготовления на центральной площади не оставили равнодушными самых юных жителей Нефтекамска. И строительство городка тому не помеха. Детвора не прекращают резвиться меж ледяных просторов. Увидеть новогоднюю сказку можно будет на церемонии торжественного открытия ледового городка, которая состоится 27 декабря в 7 часов вечера. Однако на этом праздник не заканчивается. Как всегда, в новогодние каникулы, в дневное время мы приглашаем всех детей и подростков прийти к нашей главной ёлке. В эти дни, благодаря поддержке отдела образования, спорту и молодёжи, будут проводиться различные развлекательные игры для наших детей и молодёжи до 15 января. Кроме того, на территории парка будут установлены ещё две большие горки. На них детишкам можно будет кататься до февраля. А первые секунды наступившего 2014 года планируется отметить большим красочным салютом. Ирина Потапова, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».